В одном из районов Владимира нашли труп в багажнике автомобиля. Полицейские обнаружили тело вечером 17 июля возле пятого дома на улице Куйбышева-Верезина. Выяснилось, что в багажнике Рено Логан припаркованном возле известного продуктового магазина несколько дней лежал труп мужчины. Новость об этом разлетелась по соцсетям. Владимирцы рассказывали, что машина у дома стояла давно и никто ее не трогал. А полицию решились вызвать из-за кошмарного запаха, который от нее исходил. Такая запись появилась в одном Владимирском сообществе во Вконтакте в тот же день, когда приехали правоохранители. Может быть, кто-то знает владельца данного автомобиля? От машины очень сильно воняет, вокруг летают мухи, а по багажнику ползают опарыши. В социальных сетях утверждают, что прибывшие правоохранители открыли багажник и увидели уже почерневшее тело. На видео, которое прислали нам зрители, видно, что вытаскивая тело из автомобиля, полицейские растянули черное полотно с двух сторон от машины. Видимо, чтобы жители не увидели шокирующую их находку. Владельцы квартир в микрорайоне Верезина делятся и другими подробностями. Живу в Верезина. Из последних слухов сама лично слышала разговор. Может быть, в машине труп наркомана из дома 5G. Хозяин машины – перекупщик. Машину год назад пригнали, стояла под окнами. Он к ней не подходил. Багажник не закрывался. Как туда попал этот человек, не знают. Криминалисты смотрят камеры из пятерочки. Следственный комитет сообщил, что организована проверка. Личность погибшего установлена. Им оказался 47-летний житель Камешковского района. Все подробности происшествия уточняются. Источник Шестого канала рассказал, что погибший имел проблемы с алкоголем. Предположительно, в багажнике труп пролежал несколько дней. Смерть, вероятнее всего, не носит криминальный характер, поскольку нет видимых следов насилия, пулевых ножевых ранений или следов удушения. Однако точные данные выдадут судмедэксперты после вскрытия. Эта процедура обычно длится в районе месяца. Установлен и владелец машины. Связи с погибшим он не имел. Мэрия Владимира ищет поставщика еще двух новых троллейбусов. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Согласно контракту, планируется приобрести два низкопольных троллейбуса вместимостью от 90 до 100 человек. Как прописано в документах, новые машины будут оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, системами спутниковой навигации и валидаторами. Полы должны быть противоскользящими. Также предусмотрено удобство для инвалидов. Откидной трап для заезда колясок. Поставщик обязуется доставить новые троллейбусы в депо «Владимир-пассажир-транса» на Новоимском переулке до 6 ноября этого года. После чего машины будут находиться на гарантии в течение двух лет или не менее 100 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Цена контракта 56 миллионов рублей. Средства на новые троллейбусы появились в результате экономии. Ранее город-администрация приобрела 20 автобусов белорусской марки «МАЗ» и сэкономила при этом 50 миллионов рублей. Золотые ворота Владимира теперь недоступны для обзора. Реставрация одного из символов города продолжается. Этим летом строительные леса вокруг белокаменного памятника древнерусского зодчества 12 века обтянули защитной сеткой зеленого цвета. Но гости и жители областного центра с пониманием относятся к подобным видам. Это очень здорово, когда город желает сохранить архитектурные памятники. Пусть сейчас временно будет вот так, но мы, горожане, мы знаем, что потом он будет еще лучше и сохранится дольше. То, что закрытый, но это же временно, потом будет все хорошо. Реставрация нужна? Конечно. Ну, конечно, уже давно. Вицы как не портят? Ну, сейчас, да. Сейчас портят. Как будто оправданно? Да. Напомним, летом прошлого года начались работы по реставрации золотых ворот. Их проводит тюменская компания «Дизайн-2000». Подрядчик предложил провести работы за 139 миллионов рублей. В конце следующего года ремонт должен быть завершен. Согласно условиям контракта, строители отремонтируют фасад памятника, стены и цоколи. Проектом предусматривается реставрация фасадных стен, цоколей и крылец, ремонт конструкции стен угловых башен и пристроек, устройство полов в них, реставрация кровель, позолоты, луковичной главы, креста с подкрестным шаром, объемных звезд, шпилей с яблоками, замена оконных заполнений, реставрация дверных заполнений. Проектом предусматривается благоустройство прилегающей территории. Также в прошлом году на Авито появилось объявление, судя по которому подрядчик набирал рабочих для проведения реставрации с улицы. Шестой канал тогда позвонил по указанному на сайте номеру телефона. Корреспондент представился с искателем на должность, но при этом уточнил, что опыт работы в этой сфере отсутствует. Это нисколько не смутило нашего собеседника, который выразил готовность взять человека с улицы на работу для снятия штукатурки. Если я там что-то не так сделаю, меня потом не накажут за то, что я повредил памятник ЮНЕСКО. Не, ну вы живете, ну, человека взрослый, ну, не будете же делать, ребят, ну, не знаю, ловить его. Спекальный маленький молоточек. И тихонько, нудно, монотонно, с утра до вечера нужно снимать штукатурку. Кроме того, у нашего телеканала тогда появились основания предположить, что авторский надзор за проводимой реставрацией осуществляют те же люди, что и проводят соответствующие реставрационные работы. Позже мы обратили внимание областного прокурора на данные факты. Судя по ответу представителя надзорного ведомства, проверка была проведена. Но только по факту наличия у рабочих соответствующей квалификации. По данным фактам прокуратура региона незамедлительно организованы проверочные мероприятия, в ходе которых данные доводы не нашли своего подтверждения. И было установлено, что в организации, занимающейся реставрацией, имеется достаточно сотрудников с необходимой квалификацией. Таким образом, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имелось. Однако по поводу того, что авторский надзор могут осуществлять те же люди, что занимаются реставрацией, в надзорном ведомстве ничего не сообщили. Для ответа на этот вопрос и на вопросы относительно хода самого ремонта золотых ворот мы позвонили в компанию подрядчика. Но в ходе телефонового разговора нам ответили следующим образом. Вот у нас есть заказчик Министерства культуры. Вообще все какие-то комментарии, запросы, видеорепортажи, это все через Министерство культуры. Получается, что подрядчик не горит желанием общаться с журналистами по поводу реставрационных работ одного из важнейших исторических памятников архитектуры Владимира. Более того, ранее мы неоднократно писали обращение в Федеральное Министерство культуры. Но ответов так и не последовало. В этот раз мы направили официальное письмо в региональные Минкультуры для получения информации относительно проводимых работ и продолжим следить за ходом реставрации. Алексей Домнин, Егор Никитюк, Шестой канал. Центральном рынке. Но планирует в ближайшее время расширяться. Пасека старая, она является потомственной, то есть она переношла нам по наследству от нашего деда. Он всю жизнь был пчеловодом, занимался пчеловодством и она перешла по наследству к нам. У нас 140 семей, это огромная пасека для города Владимира. Да, конечно, я бы хотела выходить уже на другой уровень, не только торговать на колхозном рынке, а может быть, чтобы куда-то сдавать оптом. На форуме нашлись и те, кто только планирует начать сотрудничать с центральным рынком. Например, одно из современных сельхозпредприятий области, специализирующееся на молочной и мясной продукции. Мы позиционируем себя как производители экологически чистого продукта, абсолютно натурального, не содержащего никаких добавок. Также мы, конечно же, хотим расширять границы, открывать новые торговые точки. Конечно, бы хотелось попробовать свои силы именно здесь, на центральном Владимирском рынке. Я надеюсь, что у нас все получится, и мы откроем здесь новую торговую точку. Один из вариантов выхода фермерам на региональные и федеральные торговые сети – агроагрегатор. Новое понятие в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией. С его помощью продукты малых предприятий могут дойти до полок магазинов и до конечного потребителя. Нужно всего лишь предпринимателям объединиться и сформировать партию однородной продукции. Как рассказывает региональный министр сельского хозяйства Олег Пугаев, На сегодняшний момент у нас активно развиваются крестьянско-фермерские хозяйства. Поэтому фокус конференции был сделан как раз на малые предприятия в агропромышленном секторе и помощь в их развитии. Прежде всего, крестьянско-фермерские хозяйства. То есть, те товаропроизводители, которым в силу их размера очень трудно порой бывает выйти на какие-то торговые площадки. Идея в том, чтобы показать весь спектр возможностей и в том числе возможности по объединению усилий. Для того, чтобы голос сельско-товаропроизводителей в части переговоров с торговыми сетями звучал ярче, громче и убедительнее. К слову, благодаря федеральному проекту «Агростартап», который дает возможность молодым начинающим фермерам проявить себя и показать свою продукцию, в этом году в нашей области появится 20 новых крестьянско-фермерских хозяйств, что увеличит количество качественной продукции в регионе. Надежда Архипова, Артём Замоскин, Шестой канал. Вопросы образования и кадрового дефицита из года в год занимают особое внимание в органах власти. Согласно последней статистике, по данным 83 субъектов России, более 40 регионам не хватает представителей рабочих профессий. 32 областям специалистов с инженерным образованием более 30 регионов Российской Федерации испытывают острую нехватку кадров здравоохранения и педагогики. Этими и другими вопросами также занимаются парламентарии страны в Комиссии по науке и образованию при Совете законодателей. 17 июля в формате ВКС прошло её заседание. Владимирская область внесла свои предложения. Часть из них касалась среднего профобразования. Например, от тщательной проработки вопроса с целевым обучением. Предложили, значит, Министерству просвещения Российской Федерации, да, либо разработать вот этот самый порядок, который позволил бы распределять, квотировать места для целевого обучения, либо наделить регионы этими полномочиями. И регионы самостоятельно смогли бы разработать этот порядок и квотировать вот эти самые места, что позволит выпускникам закрепляться на рабочих местах. Также Владимирской областью было предложено увеличить количество часов на практику при получении среднего профобразования, чтобы уже после второго или третьего курса студент владел необходимыми навыками и умениями. Такой опыт позволит быстрее и грамотнее вливаться в трудовой коллектив и официально приступать к трудовым обязанностям. Насчет высшего образования также были инициативы. Например, спикер ЗС Ольга Хохлова отметила, что с прошлого года существует понятие «ядро образования». Действует оно пока что только для педагогических программ. Само понятие подразумевает под собой приведение образовательного процесса будущих учителей под единый формат. То есть параметры этих программ во всех вузах страны должны быть одинаковыми. Владимирская область предложила расширить это понятие. Предлагаем разработать единое ядро образовательных программ по всем приоритетным специальностям и направлениям подготовки, востребованным сегодня на рынке труда страны и наших регионов. Помимо очевидных преимуществ, это вот решить проблему с академической разницей, это поможет, ну и может быть такие мелкие, но тем не менее перевестись студенту из одного вуза в другой, например, при смене места жительства. Есть вопросы и по ситуациям, когда степень бакалавра получена по одному направлению, а в магистратуру человек идет уже на другое. Считаем, что необходимо прописать механизм перехода на программы специализированного высшего образования с учетом наличия профильного образования. Во-первых, это позволит разработать эффективные программы образования и решать задачу более углубленной подготовки квалифицированных кадров. Также Ольга Хохлова отметила, что в стране не хватает бюджетных мест в аспирантуре. Сейчас выделяются в районе 1% по всем направлениям. Этого явно недостаточно. По словам председателя областного парламента, увеличение количества бюджетных мест позволит вырастить больше молодых ученых и грамотнее подготовить квалифицированные кадры. Ольга Хохлова также рассказала, что будет дальше с предложенными инициативами. Мы передаем наши рекомендации в президиум Совета законодателей. Как раз президиум рассматривает, что поддерживает, что нет. И дальше уже направляет законодателям федерального уровня. Государственная дума, Совет Федерации, сенаторы. И если эти предложения будут поддержаны, мы с вами первыми узнаем об этом. К слову, в Совете законодателей есть и комиссия по культуре. В ее рамках одобрили одну из инициатив Владимирской области. Законопроект уже принят в первом чтении. Он касается объектов культурного наследия. Дарья Полищук, Артем Замоскин, 6 канал.